Спасибо. Всем доброе утро. Сегодня мы рассмотрим немножко новую тему. Она связана с двумерными и одномерными объектами одновременно. Это некоторые графы, которые будут нарисованы на риммановой поверхности. В частности, просто на плоской. Их обычно называют детскими картинками, но иногда говорят просто «карта». Поэтому слово «мэп» в названии моей лекции означает «карта» или по-другому «детская картинка». Накрытие. Здесь подразумеваются обычные накрытия риммффностей, которые, в принципе, могут допускать точки зрения. Ну, обо всем об этом я поговорю более подробно, когда будут даны соответствующие определения. Моя цель – тем или иным образом научиться перечислять эти объекты. Скажем, посчитать число детских картинок, у которого количество ребер задано заранее. Или посчитать число накрытий, у которых заранее задана краткость накрытий. Вот такие вот простые вопросы здесь будут решаться, но для их решения потребуется довольно своеобразная техника, связанная с теорией групп. Я буду рассматривать, как правило, бесконечные группы, но иногда эту же технологию переводят на язык конечных групп, и соответствующие результаты и методы могут быть переформулированы также на языке конечных групп. Но все, что мы так или иначе будем изучать, оно хорошо изображается на картинках, и поэтому я надеюсь, что, по крайней мере, сам результат его формулировки будет понятен. Ну, что касается техники доказательств, несомненно, при первом чтении ее будет довольно трудно освоить. Ну, по крайней мере, вот некоторые азы, некоторые основы я постараюсь сегодня преподнести. Хорошо. Начнем с определения. Т и С – это две риммановых поверхностей, то есть это обычные двумерные многообразия с набронной комплексной структурой. Накрытием называется отображение, которое в каждой точке, в малой окрестности каждой точки, после подходящей замены координат, выглядит как Z, Z-скепимение, B, целое число. То есть это обычное комплексное отображение, которое изучается в курсе теории функции комплексного переменного, но оно действует неглобально. В каждой точке есть окрестность, где в подходящей системе координат наши отображения были вот таким вот образом. N свое для каждой точки. В одной точке – это точка ветвения порядка 5, в другой – 6 и так далее, и так далее. Но, как правило, N равно единице, почти всюду, за исключением конечного множества, наши накрытия не будут иметь точек ветвения, и поэтому они будут локально выглядеть как комплексное отображение Z, Z, то есть T-скепимение. Опять-таки, это все можно сделать в подходящей системе координат. Вот простейшие примеры. Они приведены на картинке. И первый пример – это накрытие сферы с помощью Тора. Как это делается? Для этого на Торе осуществляется действие циклической группы шестого порядка. И потом по этому действию фокторизуется. Как выглядит действие циклической группы, на этой картинке, конечно, абсолютно непонятно. Поэтому, чтобы его продемонстрировать, я нарисую картинку на доске. Значит, здесь есть маленькая хитрость. Все обычно представляют себе Тор, как прямоугольник или же квадрат с попарно-отождествленными сторонами. Я же сделаю немножко по-другому. Я для начала рассмотрю правильно счастеугольник. И попробую отождествить его в диаметрально противоположные стороны. Так же, как мы это делали для Тора. Одно отождествление сторон второе. Ну и, соответственно, третье. Посчитав Эйлерову характеристику полученного объекта, нетрудно убедиться, что она равна нулю. С другой стороны, это замкнутая двумерная многообразие. Значит, это обязательно Тор. Вот такое вот несложное упражнение. Но, тем не менее, не всегда эта картинка присутствует. Обычно Тор рисует по всем другому. Ну уж, поскольку это правильный шестиугольник, то ни у кого не возникает сомнения, что можно осуществить вращение шестого порядка, которое будет порождаться ровно одним преобразованием. То есть, обычный поворот на угол 2Пи делить на шестого. Ясно, что данный многоугольник переходит сам себя. И отождествленные стороны, пара отождествленных сторон перейдет в другую пару отождествленных сторон. Это означает, что действие данного автомартизма на Торе определено корректно. Интересная вещь, которую стоит заметить. При таком действии возникает ровно одна неподвижная точка. Сможете ли вы представить автомартизм Тора, который вы держите в руках, допустим, с одной неподвижной точки? Нет, увы, это невозможно. Это действие не вкладывается в трехмерное пространство. Сам Тор можно уложить в трехмерное пространство. Некоторые симметрии при этом мы увидим, поворот на 180 градусов еще. А вот эту симметрию нельзя увидеть. Есть определенные теоремы, их делал в свое время Рюрил, которые дают необходимые достаточные условия, какие группы автомартизма вкладываются в Р3 вместе с самой поверхностью. Но вот это хорошее действие, к сожалению, туда не попадает. Здесь есть другие точки. Это центр как-то. После отождествления, значит, эта точка П, она окажется вот здесь же сверху. Такой параллельный коренок. При другом отождествлении точка П попадает сюда. Ну и, наконец, нетрудно видеть, что есть еще одна точка, которая одновременно встречается в трех местах. Угол в точке Пу равен 120 градусам. Но точка встречается трижды, поэтому суммарный угол как раз будет 360 градусов. То есть полный угол, метрика не ломается. То есть на торе сохраняется и укридовая структура так, как и предположено. Понятно, что эти точки при действии автомартизма шестого порядка таким-то образом переходят друг куга. При самом автомартизме Ку переходит в П, а при его квадрате Ку остается неподвижным. Вот поэтому возникает вот такая вот интересная схема накрытий. Если вы взглянете на картинку, первую картинку, которая есть на слайде. Длинная-длинная линия вертикальная – это неподвижная точка шестого порядка. Это центр нашего кубика. Дальше две неподвижных точки, которые изображены более короткими линиями, две штуки подряд идут. Это как раз точки по ЭКУ. Видите, да? Ну и, наконец, останется еще три точки более хитрые. Это середина ребер нашего шестиугольника. Так внимательно посмотрев на картинку, можно увидеть, что при автомартизме середины ребер переходят друг к другу. И, скажем, какая третья степень автомартизма оставляет этим больным. Поэтому, естественным образом, возникает разветвленное накрытие. И самая большая кратность этого накрытия шесть, она как раз символизирует неподвижную точку, которая здесь возникает. Так что здесь картинка достаточно легко объяснимая. А вот вторая картинка, когда ремоновая поверхность рода 2 разветвленно накрывает торф с одной точкой ветвления, вот здесь уже ситуация значительно более хитрая. Здесь нельзя организовать действие циклической группы порядка 3. Ее просто-напросто нет. Это так называемое нерегулярное накрытие. Но, тем не менее, оно благополучно существует, описывается в терминах бесконечных групп или конечных групп, но каким-то достаточно сложным образом. Ну, для первого чтения я не буду рассказывать, как это делается, не совсем предмет моих исследований в данный момент, но скажу, что с точностью до эквиваляции существует целых три накрытия такого типа. Они различны между собой, топологически различаются. Ну, вот это два конкретных примера накрытия, когда возникают точки ветвления. А что значит, что это на палочке? Значит, палочки означают, что эти точки отождественны. Ну, или по-другому, точка ветвления порядка 2, порядка 3. Ну, как точки ветвления? Представляете себе, как? Ай-ху-рынки это? Да, да, то есть шестикратное накрытие, да. Если точка ветвления шестого порядка, она ровно одна в полу бы находится. Если точка ветвления, скажем, порядка 3, то поскольку 6 листов, их две должно быть. И так далее. То есть это все достаточно регулярно укладывается. Ну, лучше смотреть на эту картину. По крайней мере, вот точки П и Ку легко видно. Это там, где 2 с них находятся. А где 3 – это середина гребер нашего шестиугольника. Ну, вот такая вот картинка, которая хотя бы в общем цветах дает представление об объекте, с которыми мы будем работать. Так, можно дальше двигаться. Хорошо. Общее определение. Два накрытия, которые ввели выше, будут называться эквивалентными, если существует вот такая вот коммутативная диаграмма. Вверху гомеоморфизм поверхности Т на поверхности Т-штрих, а внизу, что для нас очень учительное, это тоже действие на образовании. Ну, и, наконец, накрытие будет называться неразветвленным или иногда гладким, если у него нет точек ветвления. Или по-другому, все точки ветвления имеют порядок один. Такая вот именология. Мы большей частью будем иметь дело с неразветвленными накрытиями. Но для того, чтобы перейти к описанию детских картинок, собственно, к сожалению, или к счастью, мы придется работать с разветвленными накрытиями. Ну, точки ветвления там будет, как правило, порядка два, не выше, но тем не менее, не обязательно. Так что расслабляться тут не приходится. Одновременно надо будет воображать как разветвленные, так и неразветвленные накрытия. Неразветвленные накрытия обычно изучаются в общем курсе топологии. Они могут быть построены для произвольных топологических пространств с очень небольшими предположениями для их топологии. Хорошо. Дальше интереснее. Дальше уже надо каким-то образом опираться на те знания, которые как будто бы мы к этому времени уже почти имели. Надо понимать, что такое фундаментальная группа и на поверхности. Ну, все как-то изучали, да? Объяснять, наверное, не надо. Это группа петель, приходящих из данной точки, рефакторизованных по отношению, думаю, добрые, да. Понятно, да? Это конечно порожденная группа. У нее конечное число порождающих и конечное число соотношений между ними. Более того, структуру этой группы я немножко попозже просто-напросто выпишу. Но оказывается, есть довольно фундаментальная связь между накрытием, в данном случае для простоты я считаю, что они неразвитленные, и фундаментальными группами повышенностей. А именно, если мы зафиксируем некоторое н-листное неразвитленное накрытие Т на С и рассмотрим фундаментальную группу накрываемой поверхности С, гамма равно 1 на С, тогда фундаментальная группа поверхности, которая сверху находится, вкладывается как подгруппа индекса Н в нашу поверхность. Чем больше поверхность, тем меньше, как бы сказать, фундаментальная группа. На самом деле она только по размеру меньше, а число порождающих у них сегодня будет больше и больше. Такой эффект наблюдается для свободных групп, ну, может быть, на нем чуть-чуть дальше поменялось. И наоборот, если чисто теоретически мы смогли фундаментальную группу одной поверхности вложить фундаментальную группу в другой поверхности, то это вложение дает соответствующий накрытие. То есть есть соотношение между подгруппами конечного индекса и накрытиями красных тихо. Но, однако, уже на первых порах возникает некоторая тонкость, которую при первом чтении обычно пропускают, но когда начинают работать, это стиль его не пропускают. Два накрытия эквивалентны, тогда и только тогда, когда соответствующие подгруппы индексы сопряжены группы гамма. Поэтому для более успешной работы связанной с перечитением накрытий надо уметь считать число классов сопряженных подгрупп с адаментами. Это вот совсем, как говорится, естественная обостановка задачи. И на ее решение я потратил, не скажу, что 50 лет жизни, но около этого, по крайней мере, 40 лет. Ну, в конце концов, я кое-что понял, и то, что я понял, я постараюсь вам сегодня рассказать. Ну, это общая постановка, конечно, что в любой книжке вы можете это прочитать. Ну, дальше-то никто не будет объяснять, как работать с этими группами, как их вычислять, как их вкладывать друг к другу и так далее. Это все годится для любого топологического пространства, но, к сожалению, в произвольном топологическом пространстве структура группы P1 от S очень и очень сложно устроена. Я даже не берусь описать, какие неприятности здесь могут происходить. Ну, впрочем, что тут говорить? Если S – это четырехмерная многообразие, даже компактная, ориентированная четырехмерная многообразие. Любая счетная группа, как конечная, так и бесконечная, может быть фундаментальной группой четырехмерного многообразия. То есть, вообще говоря, это просто теория групп, интерфицированная с геометрической точки зрения. Понятно, да? Кто-то может заниматься группами, не знать ничего про накрытия. Ну, кто-то пытается разобраться с накрытиями, не зная ничего про группу, но это значит накрытие. Так что тут два языка параллельные, и, в общем-то, будет хорошо, если вы со временем освоите оба из них. Итак, самый первый пример, совсем простой поверхности, над которыми мы будем рассматривать накрытие. Значит, самый первый элемент это поверхность с краем Божьей стойки. Это означает, что она как бы компактная, но у нее есть края. В краях присоединены поверхности. Я посмотрю. Можно при этом собирать. И самым простейшим примером такой поверхности является диск, из которого удалено заданное число маленьких дисков. Видите, да? Из большого диска мы удалили R маленьких дисков. Ну, будем считать, что R, по крайней мере, единица, иначе совсем не интересно. Ну, в принципе, может R равно любить. У такого объекта, это компактный объект, есть Эллеровая характеристика. Можно ее посчитать, она будет равна единице минус R. Это нетрудно. Ну, и немножко труднее понять другой факт, что фундаментальная группа такого диска всегда есть свободная группа ранга R. Ну, это как раз можно изобразить и на картине. Вот у нас есть какое-то количество дисков, которые мы благополучно вырезали. Естественно, поверхность у нас присутствует, а дырочек у нас нет. Тогда как можно построить порождающие для фундаментальной группы? Мы зафиксируем некоторую точку X нулевое, уже лежащую на нашей поверхности, то есть она на дырку не попадает и на граните дырку не попадает. Из нее можно легко нарисовать нужное количество петель. Эти петли можно ориентировать определенным образом. Ну, вот сколько дырок, столько и петель. Я, конечно, нарисовать не буду. Ну, понятно, что если мы каким-то образом эти петли будем обозначать, скажем, допустим, сигма-1, сигма-2, сигма-3 и так далее, сигма-R, то в результате фундаментальная группа нашей поверхности в крае будет порождена вот этими вот петлями сигма-1, сигма-2 и сигма-3 в соответствии. Но, по счастью, никаких соотношений между этими порождающими. Есть и Реман-Кампина и какие-то другие варианты, которые позволяют это доказать и ставки. Это так называемая свободная группа ранга-3. Свободная группа ранга-3. Это понятно? Я не знаю, как в теории группа относим. Всех в какой-то мере изучают люди или все-таки кто-то еще немножко сомневается в прошлом. Эти элементы можно умножать друг на друга. Закон умножения ассоциативный, коммутативности нет, но всегда есть обратный элемент. То есть, эта же петля, пробегаемая в обратном направлении, даст нам обратный. понятно, да? Вот такой вот объект. Это самое-самое простейшее представление о группе. Если вы какую-то другую группу рассмотрите, в которой есть нетривиальное соотношение, то она всегда является голоморфным образом этого конструкта. Есть гомоморфизм, который отображает ее на какую-то другую группу. Об этом мы так специально говорить не будем, но придется поверить. Я не знаю, все-таки я хочу рассказывать немножко о более сложных вещах, но это первый момент, когда начались картинки и неоткуда появилась группа. Дальше они будут появляться все в большем количестве, то более и более сложные. Но это самый простой момент. Поэтому, если мы хотим посчитать число накрытий, соответственно, мы должны найти число подгрупп заданного индекса здесь и число классов сопряженных подгрупп. Вот этими двумя задачами мы будем заниматься. Второй пример тоже достаточно классический. Замкнутая ориентированная поверхность рода ше. Тело как поверхность ше-ручка. В этом случае фундаментальная группа уже не является свободной. Она порождена два же элемента и имеет одно нетривиальное соотношение. Произведение коммутаторов в одну единицу. Ну, опять-таки, подробно объяснить эту ситуацию вряд ли не удастся. Это довольно сложно сделать. Ну, хотя бы общее представление. Вот, скажем, поверхность рода 2. Мы возьмем некоторую начальную точку. как получить петли, которые порождают нашу фундаментальную группу. Вот, петлю, которая называется А1, я легко нарисую. С петлей, которая называется А2, ситуация немножко посложнее будет. Надо пробежать вокруг ручки. Я не знаю, как это нарисовать, что мы пробегаем вокруг ручки. И потом благополучно прийти в эту точку и снова из нее вернуться. Это так называемая петля В1. Ну и соответственно здесь будет одна петля побегает вокруг вот этой вот, как бы это сказать, псевдодырки, это А2, а вторая наоборот ручку обегает вокруг. И мы тоже должны ее каким-то образом присоединить к нашей поверхности. Вот это порождающие. Их немножко не видно, но тот, кто работал чуть-чуть с римными поверхностями, он, наверное, хорошо знает. Поэтому фундаментальная группа этой поверхности, в данном случае опять S, она порождена элементами А1, В1, соответственно В2 и имеет одно нетривиальное соотношение, которое написано на доске равно единице, Ж меняется от единицы до двойки. А что такое коммутатор? Ну, не знаю. Каждый по-своему понимает. Есть веевский коммутатор, есть правый коммутатор, есть левый коммутатор. Я предпочитаю вот такой. Понятно, да? Вот такой вот контактный сет. Ну, вот это нетривиальное соотношение выглядит очень красиво. Когда начинаешь исследовать, группы с таким соотношением конечно возникают ряд технических комплексов, тем или способом приходится преодолевать. Один из способов, которые в том, что настоит еще единой бурить, заключается в том, что для успешного решения на поставленный перед удач надо применять теорию характера. Конечно, будет. Опять не знаю, кто-то изучал, кто-то слышал, кто-то не был. И без этого продолжается в том, что первые постановки с виду очень безобидные. Вот такие вот мы с ними ходим немножко по работе. Собственно, найти подгруппу конечную объекцию. Как еще один класс объектов неориентированной поверхности. То, что здесь нарисовано, называется в виде неслышанной галерой альтера. Фундаментальная группа порождена П-элементами и одно нефривиальное сопровождение произведения квадрата во многих дни. Опять не знаю, не буду повисать. Это достаточно классический объект. Придуманный будет точно более стабильный. Теперь проблемы, с которыми мы хотим работать. Проблема номер один. Есть группа гамма. Это фундаментальная группа одной из поверхностей, которой мы работаем. Найти число подгрупп заданного индекса n группе гамма. Выписать формулу, дать симптомику либо еще как. Проблема номер два. Найти число классов сопряженных подгрупп заданного индекса. количества классов подгрупп заданного индекса. Постое замечание, которое следует из эквивалентности, показанной на втором слайде. Второе число классов сопряженности подгрупп заданного индекса теории. Дальше. число бесконечным. Число могут быть бесконечными, но если мы стартуем с компактных объектов, компактного многообразия, как правило, группа порождена конечным числом. а значит эти числа конечные. Для конечно порожденных групп это все нормально. Для бесконечно порожденных групп конечно вся нормальная. Для этого надо рассматривать поверхность бесконечным чехлом дырок, еще как-то. Можно построить такие объекты, но они уже будут некомпактными. То, что вы говорите именно для фундаментальных групп многообразия. Я пока делаю общую постановку вопроса. Многообразие может быть двумерным, трехмерным, инмерным и так далее. Может вообще какое-то топологическое пространство быть, которое даже многообразие не является. Но у него есть фундаментальная группа. Практически у всех топологических пространств минимальный набор связанностей фундаментальная группа корректно определена. И опять же во всех неэкзотических примерах, ну конечно вы слушаете практики урны, они у вас сразу в голове стоят, я понимаю, там нет фокус никаких, я понимаю, но у меня все конечно порожденное, более классический объект. узел гладкий число накрытие над гладким углом, конечно, считать, правда как это делать, я не знаю, на самом деле трехмерном случае. В двумерном случае есть каноническое представление фундаментальной группы, я вам покажу. В трехмерном случае ничего такого нет, никто не знает, как устроена фундаментальная группа трехмерного многообразия. А для четырехмерного просто любая конечная и бесконечная группа может быть фундаментальной группой другая проблема. А здесь вот только такие три типа фундаментальная группа ориентированной поверхности и неориентированной либо проколотой поверхности. Все три варианта я буду использовать. Хорошо, что известно? Ну вот первое, что тут можно сказать, это работа маршала Пола 49-го года, который посчитал число подгрупп в свободной группе ККР, которая здесь выписывала. Ну выписал красивое рекуррентное соотношение, ну и каким-то образом вопросов судил. Вторая часть проблемы, проблема номер два, точнее говоря, посчитать число классов подгрупп. Это впервые сделал белорусский математик Валерий Анисович Висковец. Ну на самом деле он сделал это где-то в 68-м году, но работа была опубликована в докладах Белорусской академии наук и по-видимому даже не переведена на английский язык. И она как-то осталась немножко в струе, а потом он уже сделал английскую публикацию, поэтому здесь более свежие воды стоят. Ну вот он очень известный специалист его и графов в комбинаторике, и этот результат его в общем-то таким, ну, фактически классическим является. Но это была стартовая точка, это была свободная группа, тут нет соотношений. Но даже в этом случае ему пришлось придумать очень своеобразный метод, связанный со сплетением групп и научиться отображать свободные группы в группу сплетений, что-то там пересчитать. Метод очень красивый. Позже наши коллеги из Южной Кореи, Джин Хо Квак и Чун Ли дали свое доказательство. У них вообще говоря совсем другая формула получилась, но эквивалентная формула искусства. И самое удивительное, что они друг про друга никогда и не знают. Ну так уж получилось, что я оказался в гостях у Джин Хо Квака, увидел его работу и говорю, ну, в общем-то, ваши результаты. Ну так лет 15 назад уже было получше. Ну, после чего они, Валерия Висковца, пригласили в Корею. В общем-то, началась такая дружная совместная работа. И теперь, в общем-то, хорошо, чтобы его было понимать. Разные подходы, ну, в общем-то, в конце концов, один и тот же объект, эквивалентный ответ. С фундаментальной группы ориентированной поверхности дело обстоит следующим образом. Первая задача была решена в моей, видимо, еще кандидатской диссертации в 79-м году. И немножко позже, вместе с моей... Нет, это даже самостоятельная работа, да. Я решил вторую задачу. Я для решения второй задачи использовал метод Висковца. То есть я его развил и применил для групп, которые имеют вот такое вот соотношение. Это было совсем непросто. И когда я Валерию показал свои результаты, он очень удивился. Сначала сказал, здесь, здесь, здесь ошибка. Потом мы выяснили, я использую правое умножение, он использует левое. А поскольку вычисление тьма, там легко запутать снег, в конце концов, все было нормально. И, в общем-то, работа была опубликована. С неориентированной поверхностью. Это совместная работа с моей бывшей студенткой Галиной Позняковой. Она тоже опубликована. Это была как бы ее дипломная работа. Удивительно, что эта работа до сих пор довольно широко цитируется. Она технически значительно более сложная, потому что там неориентированная поверхность используется. Но, в общем-то, результат оказался верным. И убедиться в этом удалось лишь много-много лет спустя, когда появился совсем другой метод параллельных доказательств. Достаточно прозрачный и понятный. Ответ немножко сложный. Мы численно считаем, вроде все нормально. Проследим, где доказательство написано. Пожалуйста, я много раз ее перечитывал. Несколько раз пытался найти ошибку в собственном тексте, но потом вроде убеждал, что все нормально. Но все равно было тяжелое доказательство. Но это был первый результат. Дальше трехмерные случаи, трехмерные многообразия. Здесь сначала рассмотрим так называемое многообразие. Здесь, кстати, не буду говорить, что это такое. И первую попытку мы с Валерием Исковцовым сделали вместе в 2000 году. Рассмотрели какой-то класс трехмерных многообразий и решили для него задачу. Уже значительно позже, вот видите, 2021 год, вместе с моим аспирантом из высшей школы экономики в Москве, Григория Челнокова, мы рассмотрели случай так называемых трехмерных гипплидовых многообразий. Я немножко говорил в своих лекциях. Классическим примером трехмерный тон является, либо какие-то его манификации. Всего в природе существует 10 гипплидовых многообразий. И вот для каждого из них мы решили вот эти обе проблемы. Проблема номер один, проблема номер два. Это как раз составило предмет диссертации Григория. Он получил звание, как это называется, кандидат математических наук, не физико-математических наук. Вот это была в высшей школе экономики. Ну, в свое время я приберегал это для какой-нибудь докторской диссертации. Но так уж получилось, что Гриша активно взялся. Еще не был кандидатом, поэтому пошло по разделу кандидатской диссертации. Результат, конечно, интересный, нетривиальный. Это пять публикаций довольно серьезных. Но, тем не менее, эту задачу удалось полностью решить. Но это только для многообразий, которые моделируются гинквидовые термины. Здесь как раз они себя хорошо проявляют. И ответы, как правило, даются в терминах теоретика числовых функций. Но я не знаю, вот такие функции вам встречаются. Сумма делителя числа R, количество делителей числа R. Или, допустим, функция Мёбилуса. Вот эти функции дружно используются в получении ответа. Более того, мы выписали производящую функцию для числа накрытия, производящую функцию Дерихре. И оказалось, что она совпадает с классической цета-функцией Риммана, либо с какими-то ее очень естественными модификациями. Ну, тут 10 ответов, и, по крайней мере, 20 даже ответов, конечно. Одной функцией не обойдешься. Но, в конце концов, все смелося из этой функции Риммана, что нас тоже очень порадовало. Это уже как бы костяное подтверждение, что вычисления, по-видимому, верны. А с ответа получился относительно красиво. Ну, где могли, мы проверили вручную. И в то же время в стране Басков, на севере Испании, да, есть группа людей, которые, в общем-то, на суперкомпьютерах просчитывают различные кристаллографические группы, частые трактмерные. Мы проверили с помощью их программы. Ну, вроде бы, наши полморки дают то же самое. Ну, что вот такая вот краткая предыстория вопроса. Более глубокая, я не знаю, столик ли останавливаться. Изначально это начал делать Гурвиц еще в конце 19 века. Потом несколько удачных советов по решению этой проблемы ему дал Эмманулил Куласков, который известный как второй чемпион мира пожарных. Он был математиком, довольно неплохим. Я читал его работы. Но совет заключался в следующем. Для решения этих задач надо использовать теорию групповых детерминантов Герра Распробенивуса, который только-только эту теорию создал. Сейчас эта теория широко известна как теория представлений конечных групп. И Фрабенивуса, может быть, и вспоминает. Но именно он результат. Она только-только появилась. И Гурвиц сумел элементы этой теории умедлить в свои части. Но рассматривал какой-то очень частный случай. Ну, дальше появились разные работы. Я свои работы немножко назвал, хотя и число больше. И в конце концов определенный финал, что Андрей Юрьевич Акуньков связал этот класс задач с разными другими проблемами, с теорией вероятности, с нелинейными и фрициальными выравнениями. И в конце концов получил за это плюсовый элемент за перечисление накрытия определенного уровня. Но это уже современный человек. Хорошо. Окей. Вот основная теорема, с помощью которой я умею в данный момент доказывать результат. Это способ перечисления классов сопряженных подгрупп заданного индекса в произвольной, конечно, порожденной группе КАМ. Формула выглядит довольно компактно, но в ней есть один, казалось бы, неприятный член. Надо взять подгруппу заданного индекса и посчитать число эпимартизмов на конечную группу порядка L. Циклическую конечную группу порядка L. Для всех классических групп, которые я написал на доске, это делается в полстрочек. Это константы легко считают. Для произвольной группы ГАМа, для произвольной группы К, конечно, никто не знает, как это делать. Но некоторые общие соображения по этому поводу есть. Так что в результате, основываясь на этой формуле, удалось передоказать те результаты, которые были раньше. Но на это ушло более 30 лет. То есть первые доказательства были ручные, тяжелые, трудные. Основываясь на этой теореме, они стали, как Валерий Мисковец, печально выразился. А что, говорит, теперь моя теорема стала простым упражнением? Ну ничего не поделаешь. Время ушло, гляды немножко поменялись. Так, в общем-то, и мои результаты стали простым упражнением. Ну, не знаю, доказательства я, наверное, не буду приводить. Но тут возникает функция Эллера. Дальше какие-то небольшие рассуждения. Снова с функцией Эллера. Что за что-то получилось? Получили какую-то двойную сумму. Но это еще не ответ. Дальше просто интересная часть истории. Для того, чтобы доказать окончательный вариант этой теоремы, мне потребовалось так или иначе поработать с тройными суммами. Я много лет читал курс математического анализа. Я не специалист по теории числа. И я сообразил, а ведь они же ничем не отличаются от тройных интегралов. Как переставлять тройные интегралы, я-то знаю. Формула Фубини и так далее. И вот немножко напрягшись, посмотрел на эту совершенно страшную формулу. Я увидел, что формула Фубини здесь применима. Поэтому суммы надо именно в таком порядке переставить. После того, как переставили, получили. Вот такой вот неожиданный опыт совершенно из другой области. Он тут сильно помогал. А иначе можно голову сломать. Пойди-ка проверить. Чисто формально можно. Но это проверить. Ведь сначала же это надо сделать. Понимаете, тут немножко другая задача. Этого доказательства не было. Ну вот так вот, в конце концов, это доказательство и появилось. Ну это просто, чтобы общее представление иметь о том, как такие вещи возникают и как они доказываются. Ну, хорошо. Эта формула подворяет, если может быть, нам подстроены по группе инвесторов. Да, да, да. Ну, сейчас я более-менее это продемонстрирую. Значит, поскольку циклическая группа всегда абелева, достаточно вместо самой группы рассматривать ее фактор по коммутанту, так называемый мобилизатор. Число гомоморфизма вот этого не меняется. Но опять же, есть гомоморфизм, а есть эпиморфизм. Чем отличается? Эпи всегда на. В теореме стоит слово эпиморфизм. Но как его считать, сходу не видно. Поэтому считают сначала число всевозможных гомоморфизмов внутрь, а потом из них получают число отображений, которые на. И здесь есть некоторый стандартный прием, о котором я хочу и сказать. Итак, любая конечно порожденная группа, профакторизованная по коммутанту, это и есть абелева группа конечного рана. У нее конечное количество циклических конечного порядка и конечное количество циклических групп бесконечного порядка. То и другое происходит. Поэтому все эти группы в этом списочке надо отобразить в нашу циклическую группу ЗД. Но это означает, каждый порождающий надо отобразить. Ну, нетрудно проверить, что если мы циклическую группу порядка М отображаем в циклическую группу порядка Д, существует ровно наибольший общий делитель М на Д таких отображений. Ну, потому что там умножения не будет. Поэтому первый совмножитель дает как раз М1, Д, второй, второй совмножитель. И, наконец, свободная группа любым способом может отобразиться в циклическую группу. Любой элемент можно отобразить, отображать. Поэтому там Д-вариант. Поскольку Р в циклической группе бесконечного порядка, Д в циклической группе. То есть эта формула дается задаром более-менее. Но это хом, нам надо Эклик. Что делать? Ну, нетрудно понять, что любое отображение внутрь циклической группы всегда будет отображением на какую-то маленькую подгруппу. Все подгруппы имеют порядок, который делят порядок самому. Поэтому сумма хомов, это есть, точнее, хомов, это и есть сумма Экликмаркетинга. А дальше используется так называемая формула обращения Мюбиуса. Ну, классика из теории Тиза. Ничего не поделаешь. Ну, кто не знаком, тот не знаком. Вот возникает функция Мюбиуса. Надо объяснять, что такое функция Мюбиуса. Если число делится на квадрат какого-то простого числа, то функция равна 0. Если она делится на каждое простое число ровно по одному разу, она равна минус единицы в степени число простых со множением. Ну, как-то так. То есть она просто выражается. Ну, вот формула обращения Мюбиуса дает окончательный ответ, как посчитать число эпимаркетингов с группы К на циклическую группу порядка. Это предыдущая формула, к которой мы применили формулу обращения Мюбиуса. Понятно, да? Ну, и чтобы, как говорится, окончательно убедить слушателей, что эпимартизмы считаются простыми, я привел подсчет эмартизмов для свободной группы, для группы ориентированной поверхности, произведения коммутатора, или для группы неориентированной поверхности. Это довольно легко делается вот из того, что я написал. Практически надо подставить какие-то эмартизмы в бак. Понятно, да? Значит, вот этот момент очень ответственный, поскольку, ну, иначе какой же смысл использования формулы? Ну, благодаря ему получается ответ к задачам, о которых я уже говорил раньше. Вот классическая теорема Валерия Рисковца. Она выглядит вот таким вот образом. Доказательства. Надо посчитать число эпимартизмов свободной группы на циклической. Это было дано в предыдущем слайде. С предыдущего слайда подставляем сюда, получаем ответ. Ну, так, что он и говорит. Формула для числа подгрупп была получена Маршалом Холлом. Она вот здесь выписана. В этом плане все очень хорошо происходит. Ну, вот, собственно, доказательства формулы Рисковца. Более, так сказать, детальном изложении. По теореме 1, упомянутой выше, нам надо посчитать. Эпиморфизмы подгруппы заданного индекса умножить на число подгруппы. Число эпиморфизмов считается по упражнению, которое я вам здесь предположил. Единственное, что надо знать, как устроена подгруппа индекса М. Подгруппа индекса М. Подгруппа свободной группы всегда свободна. Это теорема Шрайера. Более того, есть формула Шрайера, которая позволяет точно описать структуру подгруппы заданного индекса этого канализма. Таким образом, комбинируя три леммы, которые были выписаны выше, мы получаем доказательства берем из Ковца. И уже никакие централизаторы и никакие сплетения групп здесь рассматривать не приходится. Чисто такая теоретика чеховая игра. Очень сложно. Ну, аналогично доказывается мой результат 1982 года. Я, наверное, деталей не буду рассказывать. Точно так же. Но число подгрупп, число подгрупп в фундаментальной группе в замкнутой поверхности, это, увы, мое достижение. Вот эта работа пока, ну, мягко говоря, никем не перекрыта. Ответ дается следующим образом. Число подгрупп в фундаментальной группе в замкнутой поверхности находится по следующей рекурентной формуле, где бета-катая, вот такая вот сумма, которая берется по всем неприводимым представлениям с симметрической группой в порядке К. Ф-кси – это степень представления, а К-факториал, мы понимаем. Ж – рот поверхности. Ну, вот в 1982 году это было опубликовано. Я не знаю, сколько прошло лет. Чего, уже 40 лет, да? Ну, пока другого доказательства, другой формулы, другого интерпретации я нигде не видел. Так что вот этот результат, в общем-то, ну, определенная гордость моей жизни, да, удалось сделать. Проще не получается. Со временем, может быть, найдется кто-то, молодой человек, девушка, которая скажет, ну, что-то слишком сложно, детство, наворотил, я вот могу попроще записать. Ну, если кто-то это сделает, я буду рад, конечно, кто услышать. Так что вот так вот решается задача образа бутылкой поверхности. Ну, для неориентированной поверхности совместный результат Галины Позняковой я интерпретировать не буду. Два члена. Один отвечает за ориентированные накрытия над поверхностью, скажем, над бутылкой клея, на другой – за неориентированные накрытия. Ну, а М-плюсы и М-минусы не считаются по отдельности, более-менее по тем же формулам, которые я поднял больше. Не буду. Все, сделаем небольшой выдох, расслабимся. Вводная часть закончена. Я просто рассказал про технику, которая к этому моменту была развита. Ну, как обычно, я рассказываю немецкие результаты, которые где-то написаны в книжке, ну, про свои собственности или результаты моих учеников. А теперь мы возвращаемся к детским картинкам. Или, по-другому, карты на римном, в должностях. Это эквивалент. Писан-ди-пан по-французски я не умею писать. Есть французское название, которое, собственно, означает детские картинки. Что называется детская картинка на риммановой поверхности? Детской картинкой называется вложение графа риммановую поверхность. Таким образом, что дополнение к этому графу распадается на области гомеоморфный диск. Вот первая картинка, веселый человечек, она является картой или детской картинкой. А вторая не является. Почему? Потому что лицо хмурого человечка, мордочка, представляет трехсвязную область, не гомеоморфную диску. Понятно, да? А здесь за счет очков, там широкой улыбки и так далее, все области гомеоморфный диск. Понятно? Не надо объяснять. Внешняя область обычно включает бесконечно удаленную точку, тоже гомеоморфный диск. То есть он как бы не на плоскость вложен, а на сферу. Ну вот история таких детских картинок довольно длинная. Обычно люди ее сводят к Грацендику, который написал целый трактат и целую программу, потому как эти детские картинки с такой точки зрения можно исследовать. Но на самом деле исследуем это раньше, и люди уже каким-то образом развили математические адморат для описания таких детских картинок. О чем идет речь? Речь идет о том, какой математический аппарат можно использовать, чтобы, во-первых, зашифровать вот эту вот картинку в математических терминах. И второе, как работать с этим математическим аппаратом, как сравнивать картинки друг с другом, как определять сложную картинку или нет, какие еще свойства можно отсюда определить. Ну вот первое, как это поместить в компьютер? Знаете, нет. Ну существует много способов. Когда эта наука развивалась, компьютеров как таковых, вот таких, конечно, нет. И никто еще не думал о том, чтобы это действительно достаточно. Но надо было зашифровать определенную шифру. Одиннобором символов. Раз, два, три, четыре и так далее, и так далее. И вот здесь, конечно же, возникает несколько разных подходов. Несколько разных подходов. Так. Спасибо. Спасибо. Первый подход заключается в том, чтобы стартануть с этой картинки. Что-нибудь попроще нарисуем, пусть тоже будет человечек, я не знаю, пусть такой будет, а дальше главное, какой человечек, вот такой человечек, по меньшим чувствам. Значит, сначала замечается, что это вообще, говоря графа, в этом сомнении нет, у него есть ребра. Но работа с ребрами, как многие специалисты по графу замечают, не очень удобна. На самом деле надо работать с ориентированными ребрами, либо с полу-ребрами, это одно и то же. То есть каждое ребро как бы снабжается ориентацией в одну и в другую сторону. Вот таким вот образом. В частности, петля тоже снабжается двумя различными ориентациями. Таким образом, каждое ребро разбито на два полу-ребра. Ну, дальше, как бы говорят, проще. Эти полу-ребра нумеруются последовательно чисто. Первое полу-ребро, третье, второе полу-ребро, третье, четвертое, здесь где-то пятое, здесь шестое. Это первое обозрение, очень важное и полезное. Ну, а дальше, дальше вообще говоря, не очень сложно. Вводится две подстановки. Ну, я вот классические обозначения не помню, там как-то по-французски все это выписывается. Я возьму альфа, бэтрикал. Первое. Она объясняет, каким образом каждое ребро делится на две половинки. Это ребро дает подстановку 1-2. Следующий цикл дает подстановку 3-4. И, наконец, последняя дает подстановку 5-4. Вот уже часть геометрической информации не дошитовала. Но этого вообще говоря еще не достаточно. Надо еще какую-то информацию. Ну, и тут можно поступать по-разному. Можно обходить вокруг рисунок, смотреть, что будет. А можно просто пробежаться по вершинам. По вершинам. Я не знаю, там какая-нибудь шлиф. Да, вершина. Да ладно. По вершинам. Значит, мы вводим тотальную ориентацию в плоскости или в поверхности. Какую-то ориентацию самого начала имея. И поэтому вот знаем, что такое по часовой стрелке и против часовой стрелки. Ну, в математике обычно против часовой стрелки действует. Поэтому мы смотрим настоящие вершины. Вершин-то тут не так и много было. Их всего ровно три. Остальные середины ребра. На них пока не смотрим. Но смотрим самую большую вершину. И пробегаем ее в положительном направлении. Тогда имеем два. Потом три. Потом четыре. А потом пять. Прошли по полному цепну. Вот это ребрышко. Ну, ничего. Только один остался. Второе ребрышко. Ну, вот оказывается. Вот этих двух постановок достаточны, чтобы однозначно восстановиться. Ну, примерно в том же стиле, как мы и делали. Вот это вот так и порядок. Сначала рисуете каждое ребро. И с первой постановки альфа ребра восстанавливаются. А затем их пристыковываете по вершинам. Значит, вот отсюда следует, что вершин ровно три. И первой вершине надо последовательно полуребро два склеить с полуребром три, склеить с полуребром четыре, склеить с полуребром пять. Однозначно восстанавливаются. А здесь один означает, что ничего не надо, просто решили нарисовать это. И здесь то же самое. Поэтому они однозначно восстанавливаются. Понятно, да? Иногда берут произведения этих подстановок. Тогда это произведение говорит нам, каким образом можно обойти вокруг детской картинки. И как устроены грани нашей детской картинки. Ну, наверное, я детально об этом не говорю. Это вот один аспект. Подход с помощью двух подстановок. Или то же самое, подход с помощью конечника. Понятно, да? Он хорош. Но если картинка имеет 20 лёда, вам потребуется работать с подстановками длины 20. Ну, даже в компьютере это немножко не будет. Понятно, да? Механизм вроде простой, но переваривать эту информацию бывает довольно трудно. Есть другой подход. Тоже очень своеобразный. Очень своеобразный. Который как будто бы вообще говоря ниоткуда и не следует. Но тем не менее. Тем не менее. Значит, этот подход тоже имеет место и право на существование. Я нарисую какую-нибудь другую картину, где так немножко удобнее будет. Хвостики тоже можно рисовать. Но тогда надо какие-то дополнительные слова говорить. Значит, вот еще абстрактная детская картинка. Я хочу придумать другой способ, который бы позволил мне зашифровать математический кет. Понятно, да? Ну, первая постановка понятна, нет? Я на картинку смотреть вообще говоря не буду. Я буду работать с двумя постановками АКВД и группой порожденной этих постановок. Зная ее свойства, я в конце концов могу доказать любое свойство детской картинки. Поскольку эти объекты находятся во взаимно однозначном центре. То есть я построил математическую модель детской картинки. Но эта модель описана на языке группы постановок. Кому-то нравится, кому-то нет. Но это одна из первых математических моделей, которая состоит из них. Вторая модель. Может быть более сложная с первого взгляда. Но с другой стороны более интересная. Вот у нас есть детская картинка. Я специально выбрал что-нибудь такое достаточно химикрично, чтобы было понятно. Что мы делаем? Мы делаем следующее. Каждое ребро делим пополам. Но этому уже, как говорится, вас не удивишь. Это понятно. Но теперь мы еще в каждой грани отмечаем ее середину. Там разными символами. Можно просто кружочек. И еще есть одна грань, про которую не надо забывать. Это бесконечно протяженная грань. Нет. Она включает бесконечно удаленную точку. Я ее, как бы, тоже за середину грани взял. Понятно, да? Теперь делается барицентрическое подразбиение. Вот это вот картинка. Что такое барицентрическое подразбиение? Середина грани соединяется с вершиной и с серединой каждого ребра. Ну, слышали такое все? Барицентрическое подразбиение синтеза. Ну, вы же как бы топологи. Ну, что вы, ребят? Это надо где-то... Ну, это легко. Я нарисую. Но просто как бы это слово надо... Оно очень полезно. Дело в том, что если у вас есть регуляция многообразия, она может оказаться довольно плохой. И особенно возникает проблема, когда две разные регуляции. Поэтому эту регуляцию желательно измельчить. Так, чтобы синтез стал маленький входящий в него, и новый измельченный измельчил. Вот для этого применяется вот такой прием. Середина грани аккуратно соединяется с ребрами и с серединами... Точнее, соединяется с вершинами и с серединами ребра. Вот я это здесь аккуратно проделал. Ну, кажется, страшно немножко, да. И дальше здесь то же самое надо сделать. Я не буду это делать, поскольку уж там совсем картинка станет некрасивой. Но формально говоря, вот внешнюю и с конечной вершинами тоже могут быть. Дальше. Если поверхность ориентируема, что явно предполагается в нашем случае, вот это вот барицентрическое подразбиение допускает шахматную окраску два цвета. То есть есть черные треугольники, есть, соответственно, белые треугольники. Это свойство ориентированности. Здесь тоже будут и черные, и белые, но все внешние я рисовать не собираю. Поэтому у нас есть разбиение полезности о высоте и детской картинке на вот такие вот трубочки. Про картинку-то, конечно, желательно не забывать. Она как была, так и остается все-таки. Хоть каким-то там другим цветом, может быть, ее надо относить. Наша-то задача все-таки восстановить картинку, так или иначе, а мы, наоборот, ее сильно испортим. Но все зависит от того, что мы видим. Все зависит от того, что мы видим. Теперь мы замечаем, что белый и черный треугольничек всегда встречаются парами. Вот возьмем такую пару и вынесем отдельно, куда-нибудь сюда. Понятно, да? Фрагмент взял множницы, вырезал, положил я. Это ясно. А теперь восстановим отображение. Каждый черный треугольник отобразим на черный, а каждый белый на белый. Квадратную и большинку отобразим на квадратную, круглую на круглую и точку на точку. Понятно, да? Такое отображение корректно и древнено. Так. На самом деле, если уж честно сказать, чтобы совсем красиво было. Я позволю себе еще выколоть вот эти вот середины ребра. Это маленькая дырочка. Но это тоже достаточно полезно. То есть, ребра вот как бы будут большая такая вот, это вершина. А здесь выколотая середина ребра. Они трех типов на самом деле объект. Ну, выколотую я вообще говорю о жирной точке. То есть, выколем все вот эти вот странные точки, которые не рождают. Но это поможет восстановить отображение. Черная выколотая точка в черную переходит. Большая выколотая. Выколотый квадратный квадратный квадратный. Понятно, да? Это отображение локальный гумиомортизм. И стало быть, оно является накрытием. В том смысле, в котором я делаю. То есть, это накрытие вот ребенок. Дальше делается всюду используемый мой прием. Некоторые ребра попаздно склеиваем друг с другом. Именно. Вот эти два ребра склеили мы. Что получится? Получится так называемая треугольная подушка. Значит, вот я ее попробую нарисовать. Из двух треугольников клеили какую-то такую игрушку. По-моему, тесно это наволочками бывает. Неважно, подушка. Но мы по ряду технических причин выкололи три точки в этой подушке. Значит, с точки зрения топологии, какой объект получил? Кто скажет? Топологически, что это такое? Это трижды проколотая сверху. Совершенно верно. Ну вот, таким образом, мы нашу детскую картинку и поверхность, на которой она лежит, отобразили на трижды проколотую сверху. Наше интересное. На сфере, в том числе и на трижды проколотую, существует ровно одна конформная структура. Та самая, которая есть на комплекте в год. Это параметр Z. Ну, можно назвать чертой, для них, как и все, не знаю. Нарисовка. Ну, мало что говорит, да? Ну, Z. Конформная структура. Атлас конформный существует. На каждом многообразии есть атлас. Вот он здесь. Отображение соответствует всегда на лейтенке. Хорошо известно, что если есть накрытие, и на одном из них, ниже лежащем, есть какая-то геометрическая структура, она поднимается наверх. Однозначно, много. Значит, с проколотой, с трижды проколотой сферой мы конформную структуру поднимаем вверх на поверхность. У нас получается риммановая поверхность, то есть топологическая поверхность, мы в конформной структуру. При этом отображение F становится аналитической функцией. Вот что самое интересное. Понятно, да? Тяжело поверить, но это факт. Это действительно факт. Аналитическая функция. Локальная система координат, она представляет, что они сходящие в порядке. Так, переварили? Ну, попробуйте вопросы задать. Мы прокалывали точки по очень простой причине. Я не хотел в данный момент иметь дело с разветвленными накрытиями. Там могут возникнуть лишние вопросы. Это накрытие неразветвленное, то есть классическое топологическое накрытие, описанное во всех учебниках. А теперь я их буду заклеивать. Правильный был вопрос. Мы прокололи, чтобы удачно поднять конформную структуру снизу вверх. Более того, кто любит говорить слово метрика, трижды проколотая сфера снабжается метрикой постоянной отрицательной кривизны. Если структура полная, эта метрика единственным образом расположена. Кому-то так легче или нет. И тогда эту метрику постоянной отрицательной кривизны можно поднять на риму в море. Ну а дальше есть теорема Риммана об устранении особенностей аналитических функций. Если точка изолированная, то она бывает трех типов. Устранимая особая точка, полюс, либо существенно особая точка. Помните, что это такое? Существенно особой точки не может быть, поскольку у ее окрестности принимается бесконечно много разных значений. У нас нет такого. Полюс, в принципе, может быть, но поскольку мы бесконечность там куда-то удалили, и все точки конечны, значит, это устранимая особая точка. По-другому, все точки можно заклеить назад. У нас останется аналитическая функция. Продолжится она, про колотые точки. Но при этом в некоторых местах вот в заколотых точках у нее могут быть точки. Нетрудно понять, что вот в середине ребра всегда будет точка ветвления порядка 2. Вот здесь вот будет точка ветвления порядка 6. Видите, да? Здесь точка ветвления порядка 4. А вот на бесконечности уже надо посчитать. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь. Восьмого порядка. Ясно, да? То есть получили аналитическую функцию, определенную всюду, в точке застрения назад. Но это уже хорошая функция. Более того, хорошие новости заключаются в сфере. Если мы картинку нарисовали на сфере, как вот сетя, на расширении такой сферы, аналитическое отображение сферы на сферу всегда является рациональной функцией при соотношении двух многочленов. Мы знаем нули, полюса этих многочленов и немножко напрягшись, подумав, к этим многочленам можно выписать равномерно. То есть это отображение не только существует, но его еще можно конструктивно построить, глядя на это. Это немножко трудно, но в принципе это рабочее. Поэтому получается аналитическое функция, которое отвечает за нашу детскую картинку. Как восстановить нашу любимую детскую картинку? Вот на удивление есть очень простой способ. Вот эту я линию голубую не зря нарисовал. Давайте-ка я ее здесь нарисую. Значит, здесь голубая линия, она как бы вот такая вот, да? А здесь от нее останутся только вот такая штука. Видите, да? Теперь на трижды проколотые сферы я, естественно, могу ввести комплексную систему координат, просто реализовать этот расширенный комплексный отображение. Это означает, что я могу конкретные комплексные числа предписать вот этим трем выколотым точкам. Обычно предписываются ножки, единицы или стадии. Теперь что такое детская картинка? Да, проще не бывает в этой интерпретации. Надо взять F, полный прообраз, отрезка, голубого отрезка 0.1. Так, ну, покрашу. Меленый цвет. Ох, пускай я взялся доску чистить. Ладно. Так, хорошо. То есть прообраз единичного отрезка 0.1 дает нам в точности нашу исходную детскую картинку. Легко и просто. Аналитическая функция выписана. Осталось посчитать прообраз. Ну, на компьютере вы легко можете вырезать. Компьютер нарисует настоящую детскую картинку, координат, сколько получит. Понимаете, да? Ну, это не конец истории. Если только так было. Ну, тоже интересно и тоже полезно. Выяснилось другое. Совершенно другая фантастическая вещь. Название которого, может быть, не слышали, но, может быть, никуда не привязывается к этой ситуации. F – это так называемая функция белого. Она принимает три критических значения. Именно 0, к низу бесконечности. Что такое критическое значение функции? Критическая точка – это там, где производные обращаются вновь. А критическое значение – это значения особой точек. Их ровно три. А точек изменения – особо точек много. Так вот, выяснилось, что такая аналитическая функция, которая принимает три критических значения, всегда является корнем алгебраического уравнения над полем алгебраической точки. Другими словами, наша F, которую мы, в общем-то, может быть, и не знаем, она является корнем некоторого уравнения. Здесь стоит, ну, можно сказать, рациональная, можно сказать, да, вот даже, в общем-то, поздно напишу. Функция от двух переменных. Конкретный вид этой функции может быть, скажем, вот таким вот. Я наугад делаю. У нас функция, ладно, не буду говорить какая, а что-нибудь вот наугад нарисую. Значит, вот, скажем, корень из трех плюс один делить пополам на F умножить на Z плюс, допустим, корень из трех минус корень из двух минус корень из пяти, тоже поделенный там на какое-нибудь число на Z в кубе, равно нулю. Вот конкретный вид алгебраического уравнения, коэффициентный которого является алгебраическим числом. Так вот, F, которая здесь возникает, для любой детской картинки будет вот таким вот способом. Корень, не даже алгебраического уравнения. И наоборот, какое бы уравнение вы ни написали, ну пусть приводим, по нему останавливается, останавливается. Понимаете, да? В случае, когда я сферу в сферу. Ну, тут не совсем так. Это вообще говоря более общее понятие. Сфера в сферу обладает дополнительным свойством. Там F всегда рациональная. Там проще. А здесь некоторая многозначная функция, которая является решением в сферах уровнях. Когда уже не обязательно сфера получится. Понятно, да? Сфера на сферу я нарисовал, поскольку рисовать проще. А что значит этот уровень университета? Как бы функция университета F, 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 F? Ну, то, что в стандартном курсе комплексного анализа говорится, это риммановая поверхность данной функции F, которая является корнем этого уровня. Риммановая поверхность. Локально, ну, как-то она вот так вот может быть. У нее много-много значений, вообще говоря. Вот многозначные функции. Надо рассматривать вот такие вот пары, где Z пробегает маленькую окрестность. И эти пары по какому-нибудь пути аналитически продолжают поступать. Это общая аналитическая функция в метеорио-штанции. И вот тогда эти окрестности будут накладываться в посуды образования. Это общее место, которое здесь бывает. Но другое дело, что теперь мы можем взять какое-то простенькое уравнение и по нему нарисовать картинку. И наоборот, по картинке, рано или поздно мы получаем аналитическую работу. Вот этой наукой занимается очень много людей. В Москве занимаются многие Борисович Шаббас и его ученики. Ну, вот в Санкт-Петербурге я сейчас не скажу, но почему-то скажу. Почему же не скажу? Федор Зогров, один из, в общем-то, первейших специалистов в этой области, он занимается подсчетом детских картинок с определенной точки зрения. Ну, у него свой подход, конечно, но тем не менее, да, это тоже его область, не знаю, не принято. Вот это одна сторона, которая здесь возникает. Но есть еще много других сторон. Третья сторона заключается в том, что кроме конечных групп, о которых я здесь говорил, можно использовать бесконечные группы. Те, о которых я говорил в начале. То есть эту ситуацию можно теперь перетранслировать на язык бесконечного. Иногда с ними легче работать, чем с конечным. Но лучше, когда вы довольно быстро умеете переводить с одного языка на другой и на другой. Стало заключительное. Конечно, действительно. Понятно, да? К сожалению, если мы возьмем вот этого хмурого человечка, для него такая теория не работает. Более того, я даже не знаю, как зашифровать его картинку с помощью бесконечных постановок. Ну, наверное, можно, но я, так и говоря, не знаю. То есть там нет такой разницы. А здесь одновременно работают конечные группы, бесконечные, алгебраическая геометрия, теория чисел. Ну, если так подумать, то еще много других разделов. Ну, топология, геометрия, комплексный анализ. Все вместе завязано на одну детскую картинку. Направлено, чтобы вот эту детскую картинку каким-то образом понять. Понимаете, да? Вот это вот программа Гротендика, которая, ну, как бы предвидела, что здесь будет смешение вот таких вот различных направлений. и был призыв, давайте этим займемся. Я как-то серьезно к этому не относился, ну, где-то лет 15, может быть, 20 лет назад. Очень хороший английский математик, Гаррис Шоп, подошел к мне, который говорит, а вы должны доказать хотя бы одну теорему детской картинку. Я говорю, Гаррис, я даже определение не знаю детской картинку. А тебе, говорит, это знать не надо. Это очень частный случай подгрупп функционирующих, с которыми ты работал. Ну, вот это был определенный толчок, в конце концов, так или иначе, заинтересовался детской картинку. Дальше удалось получить результат по подсчете детских картинок с точностью дубленной мощности. Мы указали точную формулу, которая находит число детских картинок с заданным числением детских. Это была такая задача, но она росла на тем задачи, которые по-божанному нам. Как у нас по времени? Мы что, увлекся? Ну, сейчас действительно вынуждены. Ну, ладно, ближе к концу. Вот еще важно, чтобы у каждой карты был корень. Ну, мы говорили, корень дерева вы знаете, корневая игрушка. Ну, две картинки называются гомеоморфами, существует гомеоморфизм, который переводится с римового поверхности, а картинку на ней садут. Поэтому, конечно же, надо считать все слова картинок с точностью до гомеоморфизма. Но картинки бывают корневые или не корневые. Это две разные задачи. Вот тривиальная карта, это полуребро. Ей соответствует вот такая вот фуксовая группа. Два порождающих, одно соотношение. Но это точка вертления второго порядка. К сожалению, уже не так все просто. Если мы хотим посчитать число корневых карт или детских картинок, это соответствует тому, что надо посчитать подгруппы индекса 2N такой группы, в которых нет элементов конечного порядка. Если мы хотим просто детские картинки с точностью до гомеоморфизма посчитать, надо посчитать число классов напряженности таких подгруппы. Вот те самые две задачи, о которых я говорил, но теперь они в группе гамма не в фундаментальной группе поверхности, а вот в такой совсем простенькой группе гамма. С виду она простенькая, но наличие элементов второго порядка сильно под картинку. С ним надо раздеваться индивидуально раздеваться. Понимаете? Вот те слова, которые сказал Мегар Шотт. Это очень частный ключ и ценность. Вот он здесь выписан. Ну а как с ней работает, это уже тому, как нравится. Хорошо, вот эта картинка, которая была нарисована на первом слайде, накрытие, то, что здесь получается, называется арбифолтом с цингулярными точками 2-3 0. Первое О означает, что это римный ОПФ с рода 0. Можно такую же картинку нарисовать на римный ОПФ любого рода. Есть общий вид фундаментальной группы арбифолда. Здесь есть произведение коммутаторов, о котором есть еще произведение отдельных элементов, каждый из которых является элементом конечного порядка. Вот это фундаментальная группа арбифолда, двумерного арбифолда, там и по-другому функцию группа среди начался. Как раз этим я занимался независимо от детской картины, здесь как раз еще раз появилась необходимость возникла. Вот наша работа с Романом Недель считает число карт, находящихся на римную поверхность данного рода в данном числе в год. Снова появляется эпимартизм, о котором мы говорили выше. Эпимартизм берется с морем, это означает только те эпимартизмы рассматриваются в цене подальше. С виду довольно трудно, но на самом деле каждая слагаемая в отдельности нам удалось посчитать для москва. Немножко скажу, эпимартизм считается вот так вот, а фи это функция Хонштейна. Это сумма первообразных коней из единиц взятых фонсированной степени. Хорошо известная творительная функция. Все явно не делается. Сложно это как получится. Так что вот этот член связан с демокридзм не он знает. И еще можно указать связь функции Хонштейна с функцией Эйнера с функцией Эйнер с функцией это довольно чисто вырастает с функцией Эйнер Эйнер Ну и второе это число отмеченных или корневых карт лежащих на пиполге которая там называлась оно дается вот а вот это вот число Энадже это число отмеченных карт на римановой поверхности без гритней это как раз вот считал Петр Зогров и Максим Казарян у них в мистерии работ которые они в общем-то дают некоторый алгоритм для подсчета вот этих чисел этого мы не касались а наша задача была подсчет источников бога нам надо было навесить вот эту дополнительную структуру как от числа подруг перейти в число класса подруга вот это вот развитие концепта этих числа конечно до Зогрова и Казаряна были известны в ряде частных ну а тут появилась достаточно общая формула ее сначала выписал Джорджетти в своей кандидатской диссертации выписано что у него там где-то была грамматическая опечатка но потом он все это восстановил в 10-ом году появился полный текст заказательства в это же время появилась работа Чаппи с совершенно другим методом подходящего к этой проблеме и работа Зогрова и Казаряна где опять же вот эти поленомы считаются с помощью нелинейных декабридентальных различий которые все эти функции в том или ином виде производящих функции на них можно посчитать ну дальше я не знаю наверное я на этом остановлюсь про гиперкарты я рассказывать не буду это уже не так интересно а вот закончу я просто еще одной задачи которую удалось решить это так называемые хиральные карты значит по-русски как это сказать зеркально-симметричные вот два зеркально-симметричных объекта есть меняющая ориентацию отображения отражения в зеркале которое правую руку переводит в левую но нет сохраняющих ориентаций отображения понимаете вот такие две детские картинки здесь нарисованы ну вот совместно с Анатолио Бредо из Португалии Рома Неделя из Теки Саваки мы привели форму которая позволяет считать количество пар вот таких детских картинок это отдельная задача очень важная поскольку в химии возникают изомеры слышим правый изомер белый изомер та же самая химическая формула но одно вещество как это говорят может быть прекрасным а другое опасным ядом это свитер изомер ну каким-то образом по крайней мере сколько каких-то изомеров существует мы можем здесь указывать находить идеальную формулу на свитер и поздно но все что это дальше вещество вещество